Незаменимых не бывает. Вероятно, так в недалеком будущем можно будет сказать и про суставы. Такое направление медицины, как эндопротезирование, в нашей стране быстро развивается. На межрегиональную конференцию в столицу Чувашии съехались травматологи и ортопеды из регионов России и других стран. В современном мире человеку больше не нужно бегать за мамонтом, чтобы добыть еду. Люди вообще стали двигаться меньше. Из-за недостаточной нагрузки на мышцы и сухожилия они деформируются. Суставы начинают работать неправильно и разрушаются. Усугубляют ситуацию каблуки и лишний вес. Но если раньше считалось, что лечить суставы дело бесполезное и нужно просто смириться, то сейчас медики по-иному смотрят на данную проблему. Титан, керамика, оксиниум, сталь – это все похоже на детали каких-либо сложных промышленных механизмов. Но на самом деле это всего лишь альтернатива тому, что находится у нас внутри. Это эндопротезы суставов. Вот это, к примеру, эндопротез коленного сустава. Эндопротез – от греческого слова «эндон», что означает «внутри». Специалисты говорят, заменить можно практически любой сустав. Конференция, посвященная эндопротезированию в Чебоксарах, проходит уже в шестой раз. Невозможное можно сделать возможным. Вот данный центр, то, что я сейчас еще раз выставку посмотрел, еще раз пообщался с докторами, профессорами и с теми, кто на самом деле сегодня проводит сложные, сложные, на первый взгляд, и невозможные операции. И человек, который десятилетиями мучился с учетом ввода и эффективной работы трудовых коллективов, работников, прежде всего, медицины, они становятся здоровыми, возвращаются на свои рабочие места. Не первый раз в Чебоксарах и не первый раз участвуем в этой конференции. И видим, как с каждым годом работы центра меняется и отношение пациентов, доверие пациентов увеличивается, более спокойные, более уверенные в своих силах становятся врачи. И все более и более сложные методики обсуждаются, и все более и более интересные методики внедряются в центре. Первый день конференции решили посвятить вопросам теоретическим, ну а второй – мастер-классом с онлайн-трансляцией из операционных залов. Кроме того, в центре работает выставка, которая для простых обывателей выглядит, честно говоря, жутковато. Так, за одну операцию врач использует более четырех десятков инструментов. Они различным формам, потому что разные конфигурации надо делать с резкостей, иначе это одним невозможно, потому что, допустим, вот это там надо делать сзади таза. Кстати, гости конференции посоветовали главе республики пригласить чебоксары специалистов из Крыма, чтобы набирались опыта. Что можно сказать о Чувашии? Чувашия, конечно, стоит особняком в этом плане. Почему? Потому что создание, строительство и введение в действие центра эндопротезирования, конечно, это было событие не только важное было для Чувашии, но и для всей России. Это первый центр такой. Что ж, технологии, конечно, развиваются, наука движется вперед. Тем не менее, попасть в ситуацию, когда эти разработки пригодились бы, думаю, никто не хочет. Так что берегите себя и свои суставы. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.